Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем делать макияж самой бюджетной косметикой. Нет, ну конечно есть и более бюджетная, но это вот одна из самых-самых бюджетных, серьезно. Это будет косметика от российского бренда Artvisage. Вообще Artvisage это не только бренд, это еще очень большой косметический завод, на котором делаются многие другие бренды. Кстати говоря, не только сам Artvisage. И собственно вот косметика Artvisage это детище этого завода. И сегодня у нас здесь куча вообще всего самых разных средств. Это не самая, так скажем, минимальная косметичка, потому что у нас здесь, ну по крайней мере у нас несколько оттенков тени есть в этом наборе. И все вот это мне обошлось, сейчас скажу, в 2769 рублей. То есть, ну в общем-то это очень и очень бюджетно за такое количество косметики. В общем, сегодня мы с вами будем пробовать вот этим всем накраситься и посмотрим, что у нас получится в результате. Кстати говоря, некоторые из вот этого, некоторые средства из этого мне уже знакомы. Вот в частности тональный крем увлажняющий, база под тени, консилер я знаю. И сегодня мы их будем тестировать вместе с теми средствами, которые я буду пробовать в первый раз. Итак, давайте начнем с консилера. Нет, мы начнем с тональной основы. Какой консилер? Хотя из консилера тоже можно было бы. Итак, тональный крем, который называется увлажняющий. Это 102 оттенок. Я вам когда-то про него уже рассказывала. Это довольно-таки симпатичный тональный крем. У него какая-то странная степень защиты SPF 6. И так это прям вот написано здесь вот на этой стороне, что да, SPF 6. И также здесь написано, что он с комплексом витаминов и экстрактом бурых водорослей. Вот, кстати говоря, как ни странно, у Artvisage, несмотря на то, что очень бюджетные цены на их косметику, они вот как-то, знаете, стараются что-то такое добавить, то там какие-то корейские ингредиенты, они добавляют то еще, что-то, всякие витамины в свою косметику. И тональный крем стоит 255 рублей. Это, я вам говорю, цены из их собственного интернет-магазина, который либо сейчас скоро закроется, либо уже закрылся. 23 апреля, по-моему, они должны были закрыться, но есть масса интернет-магазинов, где эта косметика продается, причем по точно таким же ценам, которые были как бы вот изначально на их собственном сайте. И также он продается во всяких офлайн-магазинах, ну, практически, мне кажется, вообще везде он есть, по крайней мере, там в России он продается. И, собственно, можно его найти, но правда в офлайн-магазинах, как правило, он немножко подороже. Это тональный крем с легким-средним покрытием, то есть можно его достроить, но достраивать придется долго. И, кстати, это одно из тех средств, которые, на самом деле, лучше сначала нанести руками, либо кистью какой-то на лицо, и потом уже дотушевывать бьюти-блендером, потому что он довольно сильно впитывается именно в спонж. Мне нравится, как он выглядит на лице, он такой вот прям выравнивает текстуру, ну, конечно, это не самое превеликое, там, знаете, плотности покрытия, он не перекрывает какие-то вот прям... Не такие уж и огромные недостатки на коже, и мы это сделаем с помощью консилера. Консилер, знаменитый арт-визаж, который очень любят многие, потому что это приятный консилер, который все вам перекроет, и в то же время не будет утяжелять макияж, и будет выглядеть нормально, не будет особо никуда закатываться. У меня, кстати, есть особенность, я всегда наношу консилер вот сюда вот под носом, потому что просто у меня здесь есть венки, которые я хочу этим консилером закрасить, а это так выглядит всегда, как будто у меня консилер из носа течет, так... Надо его обратно, обратно! Ну, в общем, вот кроющая способность этого консилера выглядит вот так, и вы знаете, я сейчас испытала странные чувства, я его нанесла слишком, видимо, близко к глазам и слишком интенсивно, и вот когда в средстве есть какая-то отдушка, правда, я не очень помню, есть она здесь или нет... Да, здесь есть отдушка, но, в общем, когда он попадает на кожу, и, видимо, вот это вот начинает все испаряться, некоторые очень редкие средства могут как бы вам начать жечь глаза, и вот здесь вот такое произошло, то есть не он сам, а именно то, что вот это вот, вот что-то там, какие-то пары пошли, но теперь все нормально, я растушевала, и все нормально, мы можем продолжать. Хороший, на самом деле, консилер, ну, как бы за исключением такого маленького момента, и он перекрыл как недостатки, ну, конечно, знаете, опять же, не самый плотный, но вполне себе хороший. Дальше мы будем пробовать, вот это я пробую первый раз, это пудра Artvisage, которая называется Nude Magic для сухой и нормальной кожи. Это пудра, которая не должна сушить кожу, и здесь написано, что здесь увлажняющая формула. Кстати говоря, в ней еще был спонжик, но я его выбросила, потому что, ну, просто он мне не нужен. Я люблю наносить вот так вот кисточкой, потому что получается более тонкое покрытие. Консилер, кстати, стоит 190 рублей, а пудра это вообще самое дорогое, что сегодня есть из всего вот этого богатства, она стоит 300 рублей. Ну-ка, самое дорогое, да, вроде действительно самое дорогое. Немножко консилер подсняла, когда наносила пудру, ну, ладно, это мы потом поправим. Дальше мы будем, что мы будем делать, давайте нанесем базу под тени, это база Colorfix, фиксирующая основу под тени, которая стоит 165 рублей. И я хочу ее сейчас нанести, чтобы она уже была на веках, тем временем мы с вами накрасим брови, и она как раз вот подсохнет, и все будет уже готово к нанесению теней. Вы знаете, кстати, я недавно у одной девушки, у американского блогера увидела, что она пользуется всегда вот этим вот консилером от NARS вместо базы под тени, что вообще ей супер-супер нравится, но почему-то у меня не так хорошо это получается с этим консилером. То есть я в последнее время тоже стараюсь, думаю, ну, как бы у нее там реально круто выглядят тени, всегда такой макияж яркий получается, но у меня все тени на нем вот прям залипают. Даже когда я сверху наношу пудру, они все равно начинают залипать на нем, не знаю, надо будет еще попробовать, еще посмотреть ее видео, может она чем-то там его припудривает конкретно, почему у нее такого не происходит. Дальше мы с вами будем красить брови, для этого у нас есть одна единственная палетка, которая прям палетка, знаете, такое большое разочарование, я ее один раз попробовала, мне она вообще не понравилась. Это вот такая вот двойная палетка, которая называется Double Story, а это, насколько я помню, матовые оттенки, ну, вот как бы не совсем-то он и матовый, вот этот светлый на самом деле, и вот такой вот коричневый оттенок. И я не думаю, что это нам пригодится вообще-то для чего-то еще, потому что, ну, тени очень-очень посредственные, но для бровей вполне вот этот оттенок сойдет. Кстати, у Artvisage недавно вышли еще палетки теней, у них есть какая-то лимитка, которая там в виде роз, все там красиво так, и палетки, которые называются Brightway, по-моему, их вроде два разных оттенка. У меня есть одна, и что-то я прям вообще не в восторге, но, в общем, тени Artvisage, по-моему, не самое лучшее, что есть на этом свете, хоть они и очень бюджетные, но, как бы, знаете, это из серии скупой платье дважды, то есть тени, которыми вы будете с трудом краситься, но я не говорю за все, потому что некоторые мы с вами еще, кстати, вот эти вот не пробовали, может быть, они окажутся хорошими, но вот эти вот тени, это как бы, ну, для бровей, да, но для глаз как-то не очень. Ну, ладно, мы сегодня с вами все равно их попробуем на глазах и установим все-таки какую-то вот истину, как же, как же накраситься такими тенями. Давненько я не красила брови тенями, честно говоря, особо не хочу начинать снова это делать, потому что, ну, на мой взгляд, помадой эту делать удобнее, по крайней мере, для моих бровей это как-то лучше работает, но вот этот оттенок неплохо справился. Кстати говоря, это палетка под номером 202, а дальше мы возьмем знаменитый фиксирующий гель для бровей от Artvisage. Вы знаете, он для меня не суперфиксирующий, потому что у меня брови очень жесткие, очень непослушные, но у них есть вариант суперфиксации. Вот я его, по-моему, не пробовала никогда, я его увидела на сайте, что он вообще есть такой, и я бы с удовольствием его купила и попробовала. Надо будет его где-нибудь присмотреть. Так, вот эта вот палеточка, кстати, у нас стоила 220 рублей, ну, как бы вообще-то очень даже прилично за такую палетку, я бы сказала, что вообще ни разу не бюджетно. И база, так, база по тени 165, а вот эта вот штучка 125 рублей. Кстати, этот гель, он суперизвестный, его многие любят, потому что он очень бюджетный, он реально неплохой. Вот это конкретно окрашивающий в оттенке коричневым. Мне кажется, он для меня темноват, знаете, такой хмурый получился взгляд, очень черных таких бровей. Но ладно, ладно, мы делаем дальше, мы не обращаем на это внимание, и давайте попробуем теперь использовать. Вот у меня вообще тут дилемма такая, у меня есть вот эта вот двойная палетка, но я вот знаю, я вот знаю, как она работает. Эти тени якобы можно наносить двумя способами, можно наносить влажным, можно наносить сухим. Но это матовые оттенки, а у них есть вот в этой линейке еще сатиновые. Я думаю, что с сатиновыми это работает реально хорошо, когда вы их влажным способом наносите, они сильнее блестят. Но с матовыми это как бы вообще, это вообще не работает, и получается все, ой, очень плохо. В общем, получается реально так себе оттенки. И у меня есть другая, другая однушка теней. Это вот такой вот оттенок, довольно красивый, это 132-й румяна, который называется Color Dream. Компактные тени для век, шелковистой текстуры. По-моему, я только что сказала румяна, да? Нет, это тени. В них есть спонжик, но я думаю, что мы не будем им пользоваться, хотя вообще можно бы и попробовать. Давайте попробуем, почему бы и нет. И вот такие вот тени стоят 180 рублей за одну баночку. Добавила я все-таки вот эту вот двойную палетку, немножко по нижнему веку, немножко во внешний уголок глаза. Ну, как бы чтобы, ну, как бы все-таки, чтобы был какой-то еще цвет. Вот этот оттенок, который одинарный, он на самом деле довольно интересный, но очень сильно осыпаются серебристые блестки, которые здесь внутри находятся. Это, конечно, большой минус, потому что они все сейчас вот здесь вот на лице, и, соответственно, блестки, они, знаете, такие цепкие. То есть, даже если у вас на лице была пудра, и вы попытаетесь смахнуть это все кисточкой с пудрой, они никуда не уйдут от вас, они с вами останутся до ближайшего умывания. Вот эта вот палетка тоже осыпается, к сожалению, но, разумеется, светлый оттенок незаметно, темный очень даже заметно. Поэтому тенями я, в принципе, недовольна. Что мы будем делать дальше? Я хочу попробовать еще одни тени. Это вот этот вот оттенок, это то же самое. 119-й просто я не нашла у Artvisage хайлайтера, что было очень и очень жаль, конечно. И взяла вот такой вот просто снежно-белый оттенок теней. Давайте его попробуем как хайлайтер. Я не жду никаких чудес от него, потому что, ну, знаете, такой прямо белый-белый. Но давайте попробуем. Может, будет нормально, а может быть и не будет. Помните, было время, когда были тени от Bourjois номер, по-моему, 08 или 05? Я все время вам про них рассказывала, я никак не могу запомнить, какой это был оттенок. Еще из старого выпуска вот этих вот маленьких круглых баночек, иногда можно до сих пор их, кстати, найти, но это прям большая редкость. Их очень классно можно было использовать в качестве хайлайтера, потому что тогда было не то, чтобы очень большое разнообразие хайлайтеров. Это сейчас вообще всех цветов, там, дуахромы, какие угодно. А тогда как-то было маловато. И вот эти тени были с таким ровным, красивым, жемчужным сиянием, и я вам очень их советовала, и все ими тогда пользовались. Вообще, было здорово. Ну, вот сейчас посмотрим, как эти тени сработают в данном случае. Ух, ну это, по-моему, смело было. А? Красота же? Ну, вот это да, вот это прям снежно-белый получился, знаете, такой в синеву в какую-то он даже уходит. И сейчас очень многие компании, там, Джеффри Стар тут выпустил жидкие, да, жидкие свои хайлайтеры, и они там все такие, знаете, как они называются, liquid frost, типа, все таких снежных оттенков, голубых, снежно-белых. И, собственно, арт-визаж обскакал Джеффри Стар, вот просто давным-давно выпустив снежно-белый хайлайтер, который на самом деле тени. Но, тем не менее, чтобы вот такой вот получить в результате на лице. Это, конечно, очень сомнительно, потому что у нас, знаете, тени здесь в таком теплом довольно оттенке, 107-м, и будет... А почему тени-то? У меня, знаете, вот это вот румяна, по-моему, а вот это вот тени, ну, вообще, просто бьюти-блогер такой, такой хороший бьюти-блогер. Сейчас все вам объяснит, как что надо наносить. А вот давайте сразу румяна и нанесем, правда, мы потом еще должны глаза докрасить. Ну, ладно, хочется нанести румяна, давайте прямо сейчас и нанесем. А нанесем мы их сначала в складку века, чтобы немножко, как бы, это все нормально все вместе выглядело. Причем я возьму ту же кисть, которую я до этого растушевывала тени, потому что, ну, здесь это никакого значения не имеет. А вообще-то лучше бы Artvisage так и делали, выпускали бы вот эти вот румяна вместо теней, потому что они просто супер пигментированные, они очень шелковистые. Мне они реально нравятся, я вам как-то их уже советовала. Дальше мы с вами будем делать, господи, подводку, но как-то я не хочу вот этим заниматься. На самом деле, эта подводка с вот этим вот фетровым наконечником, то есть она такая жесткая. И, знаете, с этого наконечника очень сильно все стекает, то есть подводки реально у вас будет прям много на глазах. Ох, как не хочется с этим возиться! Я не поклонница просто именно жидких подводок вот с такими вот кончиками. Мне больше нравится, когда там кисточка или гелевая подводка, что-то такое. Ну, ладно, давайте все-таки попробуем. Уж она у нас есть, значит, надо делать. Это было нелегко. Я, честно говоря, очень не люблю такие подводки. Их можно называть, знаете, словом каким-нибудь поймай меня, потому что это подводки, с которыми очень сложно работать. За счет того, что они очень-очень жидкие, сложно контролировать вообще количество вот этой вот жижи у вас на этой палочке. И вы должны угадывать, куда же эта капелька потечет в следующий момент. Обычно это все чем заканчивается, что у вас одна стрелка вообще не похожа на первую. И, соответственно, вам нужно постоянно там их как-то... Одну немножко подмазали, она уже больше, чем вторая. И вот этим вот вы занимаетесь минут 30. Советую вам с такими подводками их сначала немножко смазывать об руку, чтобы хотя бы на палочке не так много осталось самого средства. И потом с руки постепенно можно добавлять или там добавлять из самой баночки. Но, в общем, это реально сложно. Не мой любимый далеко тип продукта. Дальше давайте мы с вами... Что мы должны сделать дальше? Дальше мы должны, наверное, нарумяниться. Пока у нас вот эта подводка подсыхает на глазах, нужно добавить румяна на щеки, а потом мы будем красить ресницы. Румяна эти просто мега пигментированные. Здесь вот обязательно прям их надо как-то стряхивать, чтобы не поставить себе просто огромное пятно. Ну, она все равно, как бы она все равно поставилась. Стряхивай, не стряхивай. Ничего страшного, сейчас мы это исправим. Дальше мы будем пробовать тушь, которая называется ресницы плюс. Название обнадеживающее. Кстати, это одна из самых дешевых вообще тушей у Artvisage. Она стоит 195 рублей. У них огромное какое-то количество тушей для ресниц. Там есть самые разные, есть очень хорошие, есть такие средненькие, есть так себе. Ну, вот узнаем, как эта тушь окажется в результате. И что у нас еще? У нас еще остался карандаш и помада. И их мы тоже обязательно попробуем. Ну, что тушь вообще не впечатлила, это, знаете, тушь такая. Она какая-то очень кремовая, когда вы ее достаете. В то же время она супер сухая, просто-просто супер сухая. И так и хочется на нее поплевать так хорошенько, чтобы она была хоть немножко более влажной, хоть чтоб раскрасилась. Никогда так не делайте. Это вообще не гигиенично и даже опасно для ваших глаз. Ну, в общем, что-то она ничего просто не делает. И со второго слоя она еще дико склеивает ресницы. Причем у вас сначала есть такая вот, когда вы первый раз касаетесь ресницы, вам кажется, ну, вроде пошло, вроде пошло. А потом, ай, нет, ай, нет, надежда была напрасной. Дальше мы с вами пробуем вот этот вот карандаш. Ну, это классический карандаш от Artvisage. Стоит он 159 рублей. Это такая прямо вечная классика. Это хорошие, реально стойкие карандаши для губ, к которым, в общем-то, нет никаких претензий. Карандаш и карандаш. И последнее это будет вот такая вот увлажняющая помада, которая стоит 185 рублей в 0,2 оттенке. Этот карандаш вообще не дружит с этой помадой, потому что карандаш начинает помадой растворяться. Помада очень-очень жирная, она прям такая супер кремовая, и карандаш просто плывет во все стороны, и такой уже готов сдаться. Это мне, кстати, напомнило историю из моего детства, когда я была очень маленькая. И у меня была раскраска с динозаврами, мне она безумно нравилась, мне, я не знаю, было года, наверное, 3 или 4. Я ее все время раскрашивала, там было много всяких вот этих рисунков, штук, наверное, 50. И мою маму дико бесило, что я все время вылезаю за контур. Ведь раскраски-то надо раскрашивать, чтобы не вылезать за контур. И вот сейчас у меня было примерно такое чувство, как в детстве, что мне просто плевать на эти контуры, я буду делать так, как нравится мне. Тем более, что карандаш, в общем-то, уже сразу капитулировал, и все, и можно было, можно было просто вот так вот провести помадой, вот такой вот себе рот сделать, и было бы примерно то же самое, что и вот эта вот вся запарка. В общем, по поводу косметики, раз уж мы, ну как бы, надо уже в финальном образе представить, да, вот он, вот он финальный образ с этой косметикой. Что хочу сказать, мне более-менее, кстати, нравится, как получились глаза в результате, если бы не тушь для ресниц, потому что она просто убивает весь вот этот образ, она ничего не делает для того, чтобы глаза выглядели там лучше, наоборот, это прямые ресницы, как они есть у меня прямые от природы, они такие остались, и, по-моему, еще только провисли вниз. Тушь не понравилась, что мне понравилось? Мне понравилась вот эта пудра, потому что она действительно не сушит кожу, и она очень даже приятная. Ну, вот эти вот, в принципе, я вам уже как-то рекомендовала средства, они так и остались очень-очень неплохими, но единственное, что, конечно, у тонального крема покрытие не какое-то маскирующее сильно, а консилер, ну, недостатки, понятное дело, не перекрывает, постепенно он как-то с них даже не то, что слезает, они начинают просвечивать сквозь него, и, в общем, ничего особо хорошего не происходит. Вот эти румяна тоже вам советовала, они очень-очень яркие, очень пигментированные, вот это действительно хорошая вещь. И карандаш тоже очень-очень неплохой, ну, такая вот классика. Вы знаете, мне кажется, что компании Artvisage было бы неплохо поработать над упаковками, потому что, ну, честно говоря, да, это очень бюджетная косметика, это понятно, что как бы, когда косметика такая бюджетная, производитель вынужден делать какие-то недорогие упаковки, потому что, ну, а как, как иначе, как сделать дорогую упаковку, если косметика сама продается за небольшие деньги? Ну, было бы здорово как-то просто это посимпатичнее оформить, потому что, ну, честно говоря, это очень все олдово. Вот прям это такой олд таймер, так все как-то устаревшее, моральный внешний вид и некоторые текстуры, вот такие вот тени, это все действительно очень устаревшее. Ну, соответственно, за такую цену весьма неплохой результат, я считаю, но бывает, честно говоря, и получше, потому что если вот так подумать, если сравнить там с какими-то другими марками, ну, там, не знаю, с Essence, Catrice, если хотите, можно сравнить, то, в принципе, я бы не сказала, что они прям выдерживают сильно конкуренцию, но некоторые все-таки средства есть, которые вот прям такие бюджетные мастхевы. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео, и у меня, по-моему, течет уже из носа, но, к сожалению, не консилер, а что-то я как будто даже приболела, ой-ой-ой. В общем, я вам желаю никогда не болеть, ни за что не болейте, по крайней мере, этой весной, потому что весна это коварное время, когда можно очень даже заболеть, а вы этого, пожалуйста, не делайте. Спасибо вам за просмотр этого видео, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!